Это программа Качаем права. Добрый вечер. Меня зовут Владислав Горин. Вас, всех горожан, меня, при прочих других обстоятельствах, можно было бы назвать Вася, Валера или просто Дядя. Вы, конечно, слышали об этой истории, видели наверняка этот ролик. Пол города говорит друг другу, ты кому гудишь? Автор этих замечательных слов, которые шли уже в народ, сегодня получил два месяца по решению суда на время следствия. Когда следствие закончится, пройдут судебные разбирательства, могут дать и больше. Давайте посмотрим, как буквально за полторы минуты можно стать врагом общества номер один. Че было за ***? Да вы че е***? Кому сигналишь, черт? Че, где сигналишь? Кому сигналишь ты, гнида? Убери слово, убери слово. Кому сигналишь, ***? Где, кто? Виноградский едешь, э, Валера! Че случилось? Я не знаю, кто сидел. Че, не знаю? Давай на Уральскую, заезжай в Гон-2. В Гон-2, заезжай сюда направо. Сейчас, подожди, позвоним, заедем. Куда, к кому ты звонил-то собрался? Я здесь сам на Пионерском живу. Я тоже здесь живу. Ну а че ты тогда, кто? А ты кому сигналишь, что ты, дядя? Я ***? Э! Я прогну сейчас тебя, Вася! Ты кому пальцы свои показываешь? Нож убери, говорю. Смотри, сколько *** здесь уже было таких, как ты. Я понял. Ты че, ***? Успокойся, нож убери, давай. Ты че, дядя? Нож говорю, убери. Ты че, дядя, говорю? Сейчас здесь решим все вопросы. Он че? Милицию хочешь, что ли, решать вопрос? Там тут милиция. Ты кому сигналишь, что ты? Ты не прав, дядя. Ты не прав. Еще че-то сигналишь, пальцы? Я щас твой палец тебе отрежу, ***, понял? Я сигналил кому? Ты че, дядя, ты на встречку выехал? Ты че сигналишь, пальцы показываешь? Какую встречу? Акцент себе в кредит купил? Блатной, что ли? Э? Акцент купил в блатной? А как? А как быть? Че тебя трясет-то? Че тебя трясет, ***? Я не трясет, я нормально разговариваю. Я пойду сейчас тебя, ты. Че творишь-то? Э, ты че творишь, ***? Враг общества – это человек с пистолетом и сокровавленным ножом. Его зовут Игорь Новоселов, и интернет-общественность, когда увидела на неделе этот ролик, сразу признала в нем первостатейного хулигана. Припомнили все грехи, в том числе почему-то обвинили в том, что он является руководителем банды, которая занимается автоподставами. Ну, на видео тоже слышно, как он предлагает проехать в соседний двор и разобраться. Сегодня обсудим, что делать и как реагировать на агрессию на дороге, и особенно сосредоточимся на агрессии, которая не искренняя, а за деньги, когда к вам приходят мошенники и пытаются на вас надавить, отнять у вас деньги. У нас на связи пострадавший в этой истории Максим. Алло, Максим, здравствуйте. Да, вечер добрый. Добрый вечер. Первый вопрос. Мы не видели вашего лица и не знаем вашей фамилии. Почему вы скрываетесь? Ну, просто опасаясь за себя и за семью, чтобы никто не... И так я, грубо говоря, пострадал в этой ситуации. Не хочу, чтобы из моих родственников кто-то еще участвовал в этом и пострадал. Понятно. А какие основания для того, чтобы бояться? Ну, то есть вы думаете, что эти люди могут к вам прийти и вас поколотить? Ну, вот один из них уже сидит. Ну, один сидит. А почему, значит, в отношении остальных родителей никаких смех пока не принимается органами? Какова ваша гипотеза? Такое ощущение, что вы знаете почему? Ну, я пока только догадываюсь, почему молодой человек совершил, грубо говоря, вооруженное нападение на феврале месяце и гулял на свободе. И если у него, грубо говоря, во вторник был суд, а в понедельник вечером он опять выскакивает с пистолетом и получается угрозу жизни моей создает. Ну, и проколол вам два колеса. В общем, намек ваш понятен. Можете дать совет? Вот если на вас давят, требуют денег или еще чего-то поехать куда-то разобраться, как себя вести? Ну, стараться держать себя в руках, конечно. Не показывать до конца, что вы готовы на все куда-то ехать за ними. Потому что где больше людей все равно есть какая-то поддержка от них, да, расправы. А если вы отъедете с ними, непонятно, куда они вас готовы завести. Вот такие гаражи и что там потом с вами будет, какая расправа. Понятно. На видео слышно, что вы хотите кому-то звонить, но говорите, что не в полицию. Кому вы собирались звонить? Звонить, да, хотел по любому телефону родственников, родителей объяснить ситуацию, чтобы они знали, понимали, где я и с кем я. Ну, и тем самым, чтобы эти, сказать, нападавшие на меня поняли, что я уже дал знак. И чтобы как можно быстрее от меня отстали и оставили мою жизнь охрану так, как она есть для меня. Понятно. Спасибо большое, Максим. Вот без всяких преувеличений весь город вас поддерживает. Вы молодец. Удачи вам. Спасибо большое. Всего доброго. Наконец можно представить гостей, которые собрались обсудить эту проблему и проблему автоподстав. Дмитрий Загаинов, адвокат. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Иларионов, представитель комитета защиты прав автолюбителей. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Благодарев, ведущий преподаватель Академии безаварийного вождения. Добрый вечер. И Глеб Кудрявцев, психотерапевт. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вообще, Алексей, мы вас хотели попросить. У нас есть доска, есть схемы. Можете нам нарисовать схемы автоподстав? Как это обычно происходит? Вот есть три замечательных автомобиля, есть фигурка человека. Показывайте и рассказывайте. Начнем мы с машин. Как правило, все это происходит в динамике. Когда все увлечены тем, чтобы добраться до своего дома, спешат это сделать поскорее, потому что пробки всех все время куда-то подгоняют. Руссельбан. Разберем, да, широкую улицу, на которой много полос в одном направлении. Движение достаточно активное, и человек, расслабляясь вот в этом непрерывном движении, перестает проявлять бдительность к тому, что происходит непосредственной близости сбоку и сзади. Потому что, в принципе, необходимости маневрировать влево-вправо нет. Естественно, те, кто совершает подставу, они хорошо понимают, как себя ведет жертва и на что она как отреагирует. Потому что это все отработанные схемы. И вот одна из этих схем. Мы едем по одному из левых рядов. Ну, возьмем крайний левый ряд. За нами на большой скорости двигается еще один автомобиль, который всеми сигналами дает нам понять, что мы ему мешаем, и, по сути, ему необходимо, чтобы мы сместились вправо. Естественно, человек, ничего не подозревая, Пусти-пусти. Покойно показывает поворотник в правую сторону, начинает смещаться. Всем известно, что такое слепые зоны. Это зона, которая не просматривается ни в зеркале, ни боковым периферийным зрением в окне. Не отслеживается. Жертва смещается вправо. А что делают мошенники? Мошенники очень умело подставляются именно в этой зоне, двигаясь навстречу в этот же ряд. Формально получается, что водитель выехал на другую полосу, не посмотрел... Не убедившись в безопасности маневра, грубо говоря. Отлично. Присоединяйтесь к нам. Что можно с этим сделать? Только объясните. Ну, вот если там слепая зона, как... Ну, на самом деле, она слепа, если речь идет о том, что мы пользуемся только зеркалом. На самом деле, происходит это, в первую очередь, из-за невнимательности. То есть, человек, увидев помеху сзади, не глядя, начинает совершать маневр и делает это очень активно. То есть, что я должен посмотреть в это зеркало потом... Ну, во-первых, сам маневр можно совершить не очень резко, делать это достаточно постепенно. Это раз. То есть, чтобы вот так вот съехаться из двух полос в одну, это все достаточно динамично должно происходить. Если мы делаем это не спеша и при этом внимательно отслеживаем, то мы, я думаю, вовремя увидим, среагируем. Люди, которые ездят по крайней, по самой медленной полосе, по крайне правой, они в большей безопасности? Я думаю, что схем, в которых можно вот так вот попасть достаточно много, и я всего лишь одну из, которая чаще всего используется, разобрал. Потом, не забывайте, что жертвами становятся не все подряд, а очень выборочные водители. Их в потоке буквально высматривают по тому, как человек едет, по тому, как он совершает маневры. Жертва – это определенный портрет из человека, который... Как выбирают жертву? Ну, я думаю, что в первую очередь это должен быть человек достаточно неуверенный, неопытный, либо спешащий куда-то, и по всем его действиям видно, что он это делает очень небрежно. Туфелька, восклицательный знак – это все сразу снимаем? Ну, это как минимум подсказка мошеннику о том, что человек не будет наверняка уверен, прав он был или нет в этой ситуации, и надавить на него, и склонить к нужной им точке зрения будет проще. А реально это в этот момент происходит? На самом деле есть случаи, когда даже реального касания, столкновения нет, имитация происходит. Например, из этой же машины, которая подставляется просто, пластиковые бутылки кидают в вашу машину, в машину жертвы. Все признаки того, что столкновение было, мы услышали, естественно, мы останавливаемся. Хотя повреждений на нашей машине может не быть, а у него, например, переднее левое крыло все поцарапано. Дмитрий, Дмитрий, вам обоим вопросы. Что делать в этой ситуации? Ну, вот, произошла уже авария, ну, как человек думает, что он нарушил, что он должен делать? И тем более, если у него нет, например, авторегистратора. По правилам дорожного движения, в первую очередь, остановиться, включить сигнал аварийной остановки, вызвать ГИБДД. И, может быть, даже есть смысл созваниваться с какими-то своими коллегами, друзьями, родственниками, тот, кто реально может помочь в этой ситуации. Это самое первое. ГИБДД приедет, увидит, на одном автомобиле есть повреждения, на втором, может быть, тоже. И скажет, оформляем, вы виноваты. Как доказать, что это мошенничество? Видеорегистратора, повторяю, нет, предположим. На самом деле, если рассматривать именно данную ситуацию, то вполне однозначно можно сказать, на самом деле, было столкновение или нет. Это можно сказать от технической и террасологической экспертизы. И достаточно будет своей страховой компании сказать, что вы подозреваете предполагаемого участника ДТП в мошенничестве, как они уже начнут со своей стороны выполнять все необходимые действия для того, чтобы его в этом и лечить. Понятно. Какие еще меры предосторожности? Самому вызывать ГИБДД обычно советуют, ну, то есть, чтобы не было ряженых и подставных. Что еще? Вызывать самому ГИБДД. Но есть еще второй, скажем так, не очень традиционный рецепт, когда можно вызвать не обязательно службу ГИБДД, а службу спасения. Служба спасения, предупредите ее, что подозреваете в такие ситуации, и можно даже ее попросить, чтобы они вызвали специальное подразделение. Если это подстава, насколько я так полагаю, если это подстава, то сам факт появления не сотрудников ГИБДД, а службы спасения, это уже нетрадиционный, нетривиальный ход, и, соответственно, планы мошенников, если не были планы мошенников, они рушатся прямо на пустом месте. Но если это реальное ДТП, то эту ситуацию не спасет. Нужно будет реально оформлять место происшествия, протокол составлять и со всеми вытекающими последствиями. Как доказать ГИБДД, что это была подстава? Вы сами не уверены? Какие слова им надо говорить, чтобы они быстрее приехали, чтобы они были на вашей стороне? Как правило, при противоречивых показаниях инспектор ДТП, инспектор ГИБДД не оформляет, не определяет, кто виноват. А вот если мы говорим об автоподставах и хулиганстве, которое было, это не автоподстава, а на самом деле хулиганство. Ну, можно поспорить. Там, знаете, один резон. Они хотели человека тоже еще и подзаработать. Ну, они поднять себе самооценку, в первую очередь, хотели доказать свою правоту. То есть, я так именно вымогание денег там не слышал какого-то. Или я не прав? Ну, деньги власти они хотели утвердить свою власть. В некотором смысле одни цели. На мой взгляд, это вопрос действительно психологический, а не юридический. Потому что мошенники, как Дмитрий правильно сказал, они рассчитывают на аффективное мышление жертвы. По-русски говоря, эмоциональное мышление. То есть, они будут ждать милиции. Они знают, что если я не пойму, что человек не поймался на их удочку, они уедут уже. И все. Здесь вопрос, то, что нам нужно сказать, что Максим, вот, он молодец действительно. Он поступил себе как настоящий мужчина и образец для того, чтобы все мы брали с него пример. То есть, человек решил вопрос цивилизованно. То есть, он не стал рисковать своей жизнью, там, против этих трех ребят выступать. Он спокойно закрылся в машине, дождался, когда они уедут, и позвонил в милицию. И с цивилизованно решился вопрос. То есть, один из них сел на заднее сидение, ему прямо угрожали ножом физически. Нож был в непосредственной близости. Но, тем не менее, то есть, он поступил, он не стал провоцировать людей. Потому что, все-таки, вот, мой взгляд, это люди действительно, которые хотели самоутвердиться в первую очередь. Хорошо. Если на вас давят, надо со всем согласиться, но ничего не делать. Да, да. Здесь вот самое главное, потому что для... Вот, я считаю, что не надо убирать эти, там, значки, там, каблучок и так далее. Пусть они будут. Надо просто, чтобы в автошколах сразу говорили, что делать в таких ситуациях. Что нужно просто сидеть, закрыться в машине и не делать ничего. Или, там, единственное, звонить в кому-то знакомому или в милицию. Все. Снимать на видео надо? Это разузлит агрессора или наоборот? Сначала просто нужно ждать милицию. Все остальное уже, если это автоспасава, она рассосется сама собой. Потому что, как бы, они поймут, что жертва четко по плану действий идет. И все, они имеют это неинтересно. У нас тут мужская компания. Мы все в себе очень уверены. Если девушка за рулем, что ей делать? Заплакать? Симулировать истерику? Здесь, конечно, это тоже может помочь. Но самое главное, это закрыться в машине. Правильно, мы разговаривали до передачи, что в первую очередь, это садитесь в машину, закрывать дверь на блокировку. И тогда вы знаете, что вы в безопасности. Все-таки перед вашим лицом есть еще зеркало. То есть стекло, которое... Если не подстава, если просто агрессия. Причем прессинг очень жесткий. Вот прямо человек с ножом, пистолетом. Как его не разозлить, ну и, в общем, не поддаться. Тем более, то, что здесь, понимаете, что не специалисту разговаривать с таким человеком очень сложно и рискованно. Потому что любое малейшее, да, у человека действительно находится в состоянии аффекта. Да, то есть он хочет самоутвердиться, доказать, что у него, понимаете, у каждого своя правда. В этом состоянии у человека, у него он реально верит, что он так. Вот. И здесь вот самое главное, не связываться. С другой стороны, то есть просто закрыться в машине и ждать милицию или службу спасения. Но вот я хочу подчеркнуть, Максим абсолютно правильно сделал. Потому что есть такая медицинская статистика, что большинство жертв просто не обращаются в милицию. И здесь он правильно, потому что такие люди должны быть наказаны. И общество четко своими границами, которые сейчас расставились с помощью суда, четко дает понять, что такое поведение в нашем обществе недопустимо. Недопустимо. Хорошо, на видео не снимать, чтобы лишний раз не злить неадекватного человека. Не выходить из машины. Если вы будете снимать, как вот Максим правильно делал на видеорегистре, это замечательно, это прекрасно. Но нельзя выходить из машины, пока люди... И вот единственная еще там доработка, это надо закрывать дверь, чтобы никто не мог сесть рядом. Потому что он один разговаривал, я видел, что сзади двое человек что-то непонятно делали. Да, обязательно надо закрывать дверь, чтобы... Да, вот я тоже хотел на это отдельное внимание обратить. Вот я всем автомобилистам посоветую в любом случае всегда, вот сидите в машину, действительно закрывайте двери. Потому что, ну, вдруг там кому-то захочется что-то из машины украсть там. Вот именно пока вы в пробке стоите, на светофоре еще где-то. Ну, бывают такие случаи. А можно не выходить из машины во время аварии? Вот это опять же к вам... Обязанности такой на самом деле нету. Есть обязанность единственная, которая связана с выходом из машины, это... Объедиться, что там нет людей, которым нужна... Это знак аварийной остановки. А, а. Знак аварийной остановки. Вообще, то есть, если вы действительно видите, что вот точно нету пострадавших в ДТП... Так вот второй автомобиль, он же сзади стоит. Это он должен выставлять знак аварийной остановки. На самом деле, оба водителя обязаны выставить знак аварийной остановки. Я полагаю, что в этой ситуации поведение, если мы блокируем двери автомобиля, включаем знак аварийной остановки и вызываем ГИБДД либо службу спасения, оно уже поведение правильное будет. Соответственно, когда приедут сотрудники, инспекторы ГИБДД и начнут опрашивать, что происходило, картину, то в своих показаниях можно так и сказать. Я опасался, что за мое здоровье, поскольку считаю поведение того второго участника является неадекватным, полагаю, что здесь хотели, скорее всего, меня подставить и вымогать деньги. Если, тем более, факт вымогательства еще и был, то об этом нужно указывать. Если этого факта не было, вот в этом видеоролике я тоже, кстати, соглашусь с Глебом, не услышал, что требовали деньги, но требовали какое-то самоутверждение, то вот эти все моменты нужно отражать и фиксировать, кто был, свидетелей всех записывать. Глеб, еще небольшой один практический вопрос психолога. Ну вот с пьяным считается, нужно разговаривать на «ты», чтобы проще донести свое послание. С неадекватным, с агрессивным человеком тоже нужно на «ты», как-то вот решительно, или наоборот, нужно сделать вид, что ты его не слышишь, что ты огородился и до тебя невозможно достучаться. Как себя вести? Дело в том, что человек находится действительно в аффекте, вот как один, так и второй, да, потому что один в состоянии страха, другой в состоянии агрессии. И здесь действительно лучше не провоцировать, то есть, потому что очень быстро можно сделать только хуже, то есть, подставить свою жизнь, все-таки автомобиль позволяет быть в определенной зоне безопасности, да, то есть, закрывшись в своей машине. И вот я рекомендую просто оставаться в машине закрытым и звонить по… А потом все объясните инспектору, как сказал нам Дмитрий. Вы можете оставлять свои комментарии у нас на сайте, я их обязательно зачитаю. Также можно звонить по скайпу или пользоваться функцией видеозвонок на нашем сайте. Вот, например, такой комментарий. А еще хотят видеорегистраторы отменить в России. Как с таким? Нет слов даже. Бороться нужно. Есть предложение снимать всех неадекватных на регистраторы и выкладывать в сеть. Ну вот, видите, помогло Максиму. Алексей, можете показать нам еще какую-нибудь схему подставы? Вот, желательно, с пешеходом. С пешеходами это тоже отдельная богатая сфера. На самом деле, наверное, даже многие видели эти комичные случаи, когда прямо на глазах у видеорегистратора очень театрально вываливаются на капот пешехода, а потом оказывается, что есть видеорегистратор, и все сразу же разбегаются. Тут все очень просто. Вот мы специальную женскую фигурку взяли, потому что в сети это даже целый мем такой. Бабушка с кефиром. На автомобиль жертвы бросается пакет кефира. Или он как-нибудь картинно рядом разливается? Как правило, это делается в зоне ограниченной видимости. То есть могут быть припаркованы какие-то автомобили у нас здесь или растительность активная. Пускай у нас будет зебра, пешеходный переход. Так. Водитель, не нарушающий, не превышающий скоростной режим, убедился в том, что ничего нет. Спокойно двигается по своей полосе. В последний момент, убедившись в своей безопасности, что машина не очень быстро едет, и вот эта попытка совершить столкновение с автомобилем не приведет к серьезным последствиям, у нас пешеход выпрыгивает прямо перед автомобилем, прыгает на капот. Но как выпрыгивает, все равно автомобиль едет. У автомобиля все равно чисто физически возможности остановиться так резко не будет. Даже на минимальной скорости это будет небольшое движение. На этом, на самом деле, расчет даже есть, что просто сверху прыгнуть на капот, скатиться, закричать, что все плохо, привлечь внимание. Вы что, советуете, газку прибавляете около пешеходных переходов? Ни в коем случае. На самом деле, есть очень простое правило, которое работает 100% в любой ситуации. Это вижу-еду, не вижу-не еду. Чем хуже обзор, тем меньше скорость. Зная, что такое может произойти, совсем не обязательно это будет мошенник. Ребенок за мячом побежит или просто ребенок побежит на другую сторону. Он не может предусмотреть, например, вот этого, в силу того, что он просто еще не имеет такого опыта жизненного. Многие не тормозят от пешеходных переходов и в местах с плохой видимостью, потому что поток очень плотный. Могут мошенники комбинировать вот эти два случая старушка, а сзади автомобиль тебя поддавливает, бибикает? Ну, я думаю, что все равно у каждого своя голова на плечах и поддаваться вот этому веянию потока, ускориться на пешеходном переходе, но это не очень адекватно. То есть я, сознавая все риски, у меня силы не заставишь выехать сюда быстрее, если я понимаю, что здесь могут выйти. Я очень боюсь припаркованных автомобилей, например, в правом ряду, потому что очень часто камазисты, поковырявшись под капотом, вот так вот, не глядя, выбегают в кабину, чтобы завести машину. И это происходит буквально вот здесь перед тобой. Зная это, я никогда не поеду очень быстро рядом с ним. Хотя, вроде бы, передо мной ничего нет. Хорошо, практический вопрос. Можно как-то на звук отличить? Человек сильно ударился, не сильно? Старушачьей кости это были? Ой, слушайте, это очень по-разному может восприниматься внутри, потому что... Знаете, если носит с собой наждачную бумагу, потрудка, пот или там что-нибудь, чтобы был след от падения? Ну, в таком случае, я думаю, в первую очередь, все равно будут разбирать виноватого, как водителя. Потому что пешеходный переход и средства повышенной опасности под нашим управлением. То есть, в первую очередь, все равно нас будут рассматривать как виновника. И, если честно, в данной ситуации, даже если он выпрыгнул прямо передо мной, я считаю, что мы сами виноваты, допустили это. Конечно, скорость может быть просто до абсурда минимальной, он просто хлопнется нам на капот. Вот эта история про те ситуации, которые мы можем посмотреть. Но в таком случае, конечно же, никто не застрахован от такой глупости вот этого мошенника. Но водитель все равно в некотором смысле виноват. Спасибо, Алексей. И регистратор, я думаю, в этой ситуации может помочь. Секунду, давайте посмотрим ролик. В интернете есть подборка с заголовком, что-то вроде «Самые дурацкие автоподставы». И там со всего мира собраны случаи, как люди очень картинно бросаются на капот, или на виду у всех как-то пытаются что-то симулировать. И наш Екатеринбург, наш родименький город, внес свою лепту. Вот у нас просто чудесный ролик с Урала поступил в мировую копилку идиотских автоподстав. Давайте посмотрим его. Я продолжаю сейчас записывать. Вызывай ГАИ давай. Сейчас вызовем. Да, вызывай ГАИ. Красота. Вызывай ГАИ давай. Вот посреди дороги, без пешеходного перехода, без всего. Что делать, если сбили пешехода, тем более бабушку или ребенка? Ну или вы думаете, что... Можно я еще добавлю? Знаете, вот вы задаете вопрос о том, что как отличить. А мне кажется, что здесь вопрос действительно, опять же, не надо ничего отличать. Надо двигаться четко по схеме. То есть, если я сбил пешехода, я выставил знак, если там, как положено, отвез человека в больницу, человек, если в автопоставил, он не поедет в больницу просто. Ему смысл? Деньги терять у него целый рабочий день. Столько машин еще не охвачивают. Едете сразу в больницу, это может быть сокрытие с места ДТП, это тоже ничего хорошего. Но там же мы уже... Вот теперь вы нам скажите, как правильно. Потому что я знаю, что там можно оставить место, и этого человека транспортировать, или скорую вызвать, или как-то. Но обязательно вот вам отличие автоподставы. Как сделать все чисто юридически, чтобы и к вам не подкопались, не сказали, что вы пешеходы сбили и скрылись, и чтобы денег не платить? Здесь надо важно учитывать, что автомобиль – это источник повышенной опасности, к нему больше всех претензий изначально. Пешеход – это уже другой субъект, которому, скорее всего, его показания изначально и будут ложиться в основу. Вот есть здесь видеорегистратор, он решает проблему отчасти. Если видеорегистратора нет, тогда доказывать, и водитель один из свидетелей не записал, а вот в данном случае пьяный человек шел подвыпивший из компании, то эта вся компания может свидетельствовать как раз против водителя, и говорить, что он сбил стоящего на, пусть даже не в положенном месте, переходящего дорогу, пешехода. И тогда будут уже эксперты исследовать, а была ли у водителя возможность избежать данное ДТП вплоть до полной остановки транспортного средства. Как это можно исследовать? Тормозной путь, если нет видеорегистратора? В том числе, да, обычно по тормозному пути. Следы столкновения, места осыпания грязи и все прочее. Эксперты это все разбирают. Здесь важно фиксировать в самый первый момент все обстоятельства этого ДТП. Они должны быть все указаны в протоколе. Вплоть до мелочей, где вы нашли какую-то деталь, где он даже разбил бутылку с молоком, где она упала, все это должно отражаться. Потому что впоследствии именно эксперт все эти детали будет учитывать. Плюс показания очевидцев. Понятно. У вас есть какой-то рецепт, как сделать так, чтобы компания, вдруг они сообщники, не показали на вас, не оказывали давление, то есть чтобы самому не подставиться, но и денег не платить? Как вы хотите ситуацию? А вообще о каких, скажите, о каких деньгах вы вообще говорите? То есть даже если я сбил пешехода, да, какие-то у нас ОСАГО вообще-то там был черт. Дмитрий знает цифры. Ну, хорошо, на самом деле у нас сегодня эфир посвящен все-таки автоподставам. То есть я примерно понимаю в этой связи, о каких деньгах речь. Если к той ситуации все-таки вернуться, на секундочку, я не совсем соглашусь с тем, что в любом случае автомобилист будет виноват, потому что у пешехода тоже есть обязанность убедиться в безопасности перехода, прежде чем вступить на дорогу. Это идёт предположение, исходя из того, что это источник повышенной опасности. Это презумируется. И обратное нужно доказывать, да. И, соответственно, да, если есть регистратор, то он способен решить проблему даже не отчасти, иногда даже полностью. Иногда случается так, что водитель виноват, ну, допустим, там на 50%. Ну, так, грубо говоря, вот суд так постановит, и такое бывает. Вот иногда, особенно если нет регистратора, да, действительно, может так статься, что водителя признают виновным, даже если он вот прекрасно знал, он прекрасно видел, что пешеход бросился под колёса, но доказать этого уже не может. Ну, вот есть такое представление, что судьи всегда на стороне потерпевшего ребёнка, что если даже ребёнок с неба упадёт, виноват водитель. Не всегда. Это теоретически, практически почти всегда. Это такое представление, которое достаточно серьёзно расходится с практикой. Даже если мошенники используют ребёнка, это ещё не значит, что вам что-то грозит. Я больше скажу, достаточно часто мошенники оперируют такими понятиями, которые в обществе, в общем-то, известны, но являются массовым заблуждением. Например? Например, что если вы, допустим, убираете автомобиль с места ДТП, то если вы сейчас пойдёте в полицию, то вас лишат прав за оставление места ДТП. Вот это является массовым заблуждением. Потому что вот такое действие, оно предусмотрено правилами дорожного движения, и оно является законом. В каком случае, если вы считаете, что вас хотят обмануть, вы подвержены опасности или что? В каком случае? Оставление места ДТП может быть оправданным? Нет, это не является оставлением места ДТП, это является освобождением проезжей части от автомобиля, мешающего проезду другим транспортным средствам. В терминологии правил дорожного движения это так. И если вы сделали вот только лишь это, то самое большее, что вам грозит, это штраф 1000 рублей за то, что вы там, допустим, забыли зафиксировать положение транспортных средств на момент столкновения. Но само место ДТП вы не покидали, вы не совершали действия, которые влекут препятствия для потерпевшего, получить своё возмещение. Машину можно переставить, это в этом ничего страшного. Надо держаться за... Да, всё правильно. Сначала надо как бы убедиться, зафиксировать для себя визуально, сфотографировать, зарисовать, что вот именно так это находится, а потом уже, если диалог пошёл конструктивный, почему нет? Если конструктивного диалога нет, я бы не рекомендовал даже в этой ситуации трогаться с места. Потому что всякое может... Имея в виду эту ситуацию, надо держаться за жертву, потому что мошенники обычно сразу увозят больного и накидываются на водителя каким-то скопом. Семья, свидетеля, надо говорить, я тебя отвезу в больницу, милый, поехали. Дело в том, что запросто может случиться, например, что те повреждения, которые он получил, на самом деле какие-то царапины, ему там, допустим, свои же наваляют и снимут повреждения в ближайшем травмпункте со своим же врачом. В этой ситуации нужно настаивать на уже медицинском исследовании полноценном. Судебных перспектив надо бояться? Ну вот бабушка, ребёнок подадут в суд, через суд что-то взыщут. Или это бесполезно, мошенникам неинтересно? Вы знаете, у нас, к сожалению, вся страна боится судов панически совершенно безосновательно. Ни в коем случае нельзя бояться никаких судов. То есть, если вам угрожают судом, то чаще всего это означает то, что вас берут на понт. А я не считаю, что судом угрозы называют. Вам предлагают решить дело правовым способом. Это нормальная ситуация. Тем более, всё-таки же наше законодательство позволяет, если это не уголовное, естественно, преследование в каких-то определённых пределах, с жертвой, с потерпевшим потенциально урегулировать вопрос во внесудебном порядке. То есть, административное наказание, да, оно будет, но гражданский правоиск, почему не договориться. Если ОСАГО покрывает часть расходов, то, значит, страховая компания будет возмещать. Если же идёт непокрытие, то надо разговаривать и решать эти вопросы. Какую информацию можно сокрыть? Если я вот попал в такую ситуацию, набираю свидетелей вокруг, и мне кажется, ну, какие-то не те это свидетели, а какие-то они подставные. Или вот кто-то подбросил чего-то этого, я знаю, точнее не было. Я могу это изъять с места преступления? С места ДТП, точнее. Или с этим свидетелем никогда не видеться, не представлять его следователем? Лучше самостоятельно ничего не изымать. То есть, нужно указать инспектору, чтобы он зафиксировал, когда прибудет инспектор. Кефир подброшен? Если он подброшен, так и говорить, что этот кефир появился после ДТП, спустя 20 минут. Положил его вот этот господин. Пусть, пожалуйста, его просит. Да, вот если вы его, допустим, начнете трогать, и другие свидетели это увидят, вот это уже точно не сыграет на вашу пользу. Отлично. Давайте посмотрим опрос. Мы по традиции спустились к народу и спросили, как он реагирует на агрессию на дорогах. Давайте узнаем рецепты и попросим Глеба оценить уровень моральной подготовки горожан. Добрый день. У нас традиционно опросы тёрки, и, как обычно, мы собираем мнения горожан. На дорогах стало ещё опаснее. Теперь в вашей жизни могут угрожать и агрессивные водители. Как с ними бороться? У Максима на это есть своё мнение. С помощью средств самообороны можно достать травматический пистолет и застрелить тем, кто вас в дом угрожает. Так считает Максим, но давайте спросим наших горожан. Как же они будут поступать в такой ситуации? Надо-то при себе иметь в машине что-нибудь подобное. Если человек, наверное, агрессивно начинает как-то против вас действовать, наоборот, пытаться его перевести в спокойное русло, не знаю, разговаривать. То есть, ну, в любом случае, если человек настроен что-то с вами сделать, если он агрессивный, я не знаю, тут уже, наверное, ничего не сделаешь. Выходить, отвечать, наверное, им как-то такой же грубостью, как и они. Надо сидеть на месте, чтобы не было ни поддаваться ни на какие провокации. Я бы приезжал и поговорил бы как следует. Там уже позвонил бы куда надо. Выйти из машины и как-то попытаться контакт наладить с водителем. Звать на помощь. Сопротивляться. Не знаю, все, наверное. Ну вот все говорят сопротивляться, а первый выступающий, он вообще сказал достать травмат и пристрелить. Его, кстати, тоже зовут Максим. Человек-то там сказал правильно, то что, как бы, а зачем, на самом деле, вот уподобляться подобному? Самый хлюпик, заметьте. Не, наоборот, там такой мужчина крепкий, он сказал правильно. То есть, зачем? Как бы, мы живем цивилизованным, ну, стараемся быть в обществе, так ведь? И зачем рисковать собственной жизнью? Вообще-то жизнь, здоровье самое дорогое, что у нас есть. Зачем? То есть, у меня есть машина, которая меня защищает в какой-то мере, да, от этих хулиганов. Я сижу и вызываю просто службу. Службу спасения или милицию, и все, или знакомых кого-то. Вот, и еще раз я хочу, вот, что Максим сделал абсолютно верно. И я, вот, как с психотерапевтической, психологической точки зрения, хочу порекомендовать неопытным водителям просто убирать деньги подальше. Вообще, вот они попали, надо их просто спрятать и не доставать вообще до приезда милиции. То есть, это губ соплазн, вот, достать кошелек и сразу рассчитаться с этой бабушкой. Лучше уж с милицией, понимаете. С милицией, поймите, то есть, автоподстава на то и автоподстава. То, что они не будут связываться, им не нужно это. Им не нужно, то есть, они работают на аффекте, когда человек вот в состоянии нестабильности, он готов все отдать, чтобы уехать отсюда. Вот, на этом они работают. Понятно. Вот нам пишут зрители, когда идет подстава, жертва сразу набрасывается на терпилу. Ну, жертва имеется в виду в кавычках мошенника. Подставщики рассчитывают, что жертва запрется и все свидетели разъедутся. Поэтому первое правило – быстро выскочить из машины, закрыть ее на сигнализацию и записывать свидетелей. Если говорить, что это подстава, люди не будут отказываться вам помогать. Ну, в общем, мы это все уже обсудили. Тут еще спорный вопрос, стоит ли выскакивать из машины, но интересует следующее. Знаете, американским пилотам советовали после аварии прочитать молитву, кажется, там раз десять, и только после этого предпринимать что-то, да, с битым летчиком американским. Когда вы попали в экстренную ситуацию, что нужно сделать, чтобы отдышаться и уже вот трезво принимать решение, даже если кто-то за стеклом кричит? Как себя привести в порядок? Действительно, то есть здесь очень важно именно первое, потому что мошенники рассчитывают именно на первые действия, на неправильные действия жертвы. Значит, первое, нужно убрать деньги куда-нибудь далеко, чтобы их нельзя было достать, закрыться в машине и вызывать себе поддержку в виде знакомых, милиции, службы спасения. И именно в эти моменты, то есть выждать время, правильно, молитву какую-нибудь прочитать десять раз, правильно, потому что это как раз вот первые секунды не самые важные, когда человек может сделать максимальную глупость. И здесь надо просто сесть и сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. И всё, и сосчитать до ста. А потом уже какие-то меры предпринимать. Отлично, спасибо большое. Вы подвели замечательно просто итог нашей программы. А я хочу сказать, что прямо после передачи «Качаем права» будет очередной выпуск реалити-сериала «Уралдог». Сегодня познакомимся с новым участником проекта Дмитрием Чукреевым. Он общественник, борется с незаконной игорной деятельностью и продажей алкоголя в Екатеринбурге. Кого приходится ловить, смотрите прямо сейчас. Сегодня у нас в планах поехать на мероприятие по алкоголю. Закрыть один ларёк, который торгует пивом на основочном комплексе. Два сока, да? Два сока? Да. Два сока. Вот такой лосьон у вас продают. Покупаю, да? В данном павильоне продаётся такой лосьон. Городничок. Называется лосьон, но реально это пакетик с обычным утиловым спиртом с содержаниями 75%. Все утверждают, что это обычный лосьон для тела, которым мажут тело. Что может делать лосьон для тела в киоске для продуктов, да, где соки и продают всё остальное? Также обнаружено пиво, порядка 200 бутылок, которые утверждают, что здесь не продукт, просто он здесь хранится. Понятно, что это бред. Сейчас вся продукция будет изъята и отправлен в местный хранитель сплата. Волгру идёт, следственное мероприятие. Вам сейчас это не купить. Ну, её нам же и... Давайте, когда она пройдёт, мы пока... Дайте-то... А вы нам что, вынесете? Кого вынесет? Много выпили? Каких-то? Не, мы водку пили. Мы знаем, где врачок. А где можно водку пить? Ой, да чего вы такие прикольные, вы не знаете. Ну, серьёзно, скажите, где можно купить? Да чё, издеваетесь? Не, просто мне, в самом деле, мы взяли её. Нельзя, нельзя, понимаете? Чё? Нельзя. Наши ночные мероприятия закончились. В итоге изъято больше 400 бутылок алкогольной продукции. Поэтому хэппи-энд наступил. Результатом работы сегодняшней недели я доволен. Сейчас я иду спать. Время, потому что уже час 32. В 7 утра мы садим тренировку. Потом идёте на работу. Надо маленько поспать ещё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»